Видимое искусство. Мы начинаем разговор об одном из древнейших искусств – изобразительном. Среди множества видов искусства есть три особых. Пожалуй, их можно назвать главными – литература, музыка и изобразительное искусство. Слово «звук» – изображение. Без них невозможны все другие виды искусства. Ни спектакль, ни фильм, ни эстрадный концерт. Музыку слушают, героев литературных произведений и читателей представляют себе мысленно, в воображении. А вот произведение изобразительного искусства мы видим глазами. Оно самое древнее из трех главных. Люди еще не умели говорить, а изображение уже создавали. Вспомните, например, наскальные рисунки, найдены археологами. Оно, пожалуй, и самое огромное. За многие тысячелетия человечество накопило множество творений художников всех времен. Изобразительное искусство создают художники. Они изображают мир таким, каким его видим мы все, и таким, каким его видит один единственный человек – сам художник. Поверьте, изобразить можно все. И видимый мир предметов, людей, животных, и невидимый мир чувств, радости, горе, правда и ложь, добро и зло. Художников много. Работают они по-разному. По-разному их и называют. Кистями и красками работают живописцы. Карандашом, углем, тушью, пастелью, графики, изображение в глине, пластилине, камне и других, порой самых неожиданных материалах, создают скульпторы. Произведения, созданные художником, мы называем подлинником, оригиналом, единственным, не похожим на другие. Подлинники находятся в музеях или мастерских художников. Чтобы в любом уголке земли люди могли познакомиться с наиболее знаменитыми произведениями искусства, делаются репродукции. Подлинники фотографируют, затем в типографиях печатают книги и альбомы. Благодаря репродукциям мы можем познакомиться с изобразительным искусством не только нашей Родины, но и других стран и народов. На сегодня это все. Спасибо за внимание. Всего доброго. До новых встреч.